26 числа в городе Краматорске состоялось заседание областного Донецкого апелляционного суда касаемо апелляции, поданной нашей профсоюзной организации относительно принятия решения областным судом, окружным судом о снятии нас с регистрации. 26 числа, как я уже говорил, состоялось заседание этого суда и было принято решение о том, что решение окружного суда считать недействительным, наша организация существует и будет существовать до тех пор, пока члены нашей организации будут намерены состоять в этой организации. Судья апелляционного суда конкретно задал вопрос, это у нас все вы видите на нашем сайте, мы полностью разместим это видео, конкретно сказал, ну раз вы выплачиваете эти деньги одной профсоюзной организации, значит вы пропорционально численности людей должны выплачивать эти деньги и другой профсоюзной организации. Были на суде, ехали обратно, звонит член нашего профсоюза и говорит, я фактически нахожусь в заложниках у СМБ, сидит в кабинете, у него изъяли пропуск и говорят, ты не выйдешь из порта до того момента, пока не напишешь заявление о выходе из профсоюза. Довели человека до прединсультного состояния, его забрала скорость с давлением 200, он сейчас находится на лечении в больнице, вот и думайте, чем занимается руководство порта вместе со службой СМБ. Все члены нашего профсоюза, 48 человек, поданы документы о прохождении медицинской комиссии и о сверке документов в военкомате, именно членам нашего профсоюза. Думайте, из 3,5 тысячного коллектива выбрали достойных 48 человек для службы в варе. Еще раз говорю, секундочку, еще раз говорю, господа, мы не против этого, мы готовы защищать Украину согласно закону, для этого и есть мужчины, которые должны защищать свою страну. Но мне хотелось бы, человек, который получил недавно медаль и награду, так сказать, от министра обороны, господин Олейник, я хотел бы вас видеть в этом списке. Берите с собой тогда господина Кузьмишкина, господина Балана, его сына, который во время призыва находился почему-то в Крыму. Берите начальника 2-го, 3-го района, берите обязательно уже, так сказать, службу морской безопасности, непременно Варданяна, Мурляна, Поповиченко, Черных, которые занимаются фактически издевательствами над людьми. Возглавьте наш батальон и мы пойдем с вами. Как вы знаете, у нас 4-го числа, 4-го апреля состоялся митинг, вот, это была приведена небольшая акция, которую мы, соответственно, зарегистрировали о том, что будет приведена эта акция. Вот, в ней выставлялись вопросы, касаемо, в первую очередь, оплаты труда членов нашего профсоюза, работников 1-го грузового района Мариупольского порта. И в ней выставлялись требования о том, чтобы дирекция порта прислушалась к этим вопросам и, соответственно, приняла решение о том, чтобы в дальнейшем, как бы выйти с нами на контакт и за круглым столом эти вопросы решались. Также мы неоднократно общались с представителями администрации городской власти, но, к сожалению, никаких моментов, никаких движений в нашу сторону не было. Поэтому мы еще раз обращаемся к городской власти, мы обращаемся к руководству порта о том, чтобы круглый стол состоялся. КОНЕЦ